Всем привет! В этом видео покажу заброшенный канализационный коллектор. Эта заброшка находится на территории Бабьего Яра. Немного расскажу про сам Бабин Яр. Бабий Яр получил всемирную известность как место массовых казней гражданского населения, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных, осуществленных немецкими оккупационными войсками во время Второй мировой войны. Всего было расстреляно свыше 150 тысяч человек. Из Бабьего Яра спаслось только 29 человек. На территории Бабьего Яра находится несколько памятников, как жертвам Холокоста, так и другим советским гражданам. До Куреневской трагедии 1961 года здесь находился один из самых больших в Киеве оврагов. Длина около 2,5 километров. Глубина свыше 50 метров. По его дну протекал одноименный ручей, взятый в настоящее время в коллектор. Коллектор представлял собой трубу большого диаметра. Коллекторы являются частью городской канализационной системы. Они собирают сточные воды и отводят их за пределы канализации к насосным станциям, очистным сооружениям или к месту сбросов в водоем. Данный канализационный коллектор служил для обеспечения надежного отвода сточных вод из канализационных сетей жилых районов Нивки, Винограды, Пущеводица и других в главный городской коллектор по программе ремонта, реконструкции и развитии канализационного хозяйства города Киева. Возможно через время его восстановят, но по всей видимости он сейчас стал ненужным городским властем Киева и его просто небрежно забросили, оставив после себя множество строительного и обычного мусора. Сам коллектор затоплен водой, какая его глубина неизвестна, но понимание есть, что не пару метров. Тем не менее, если данный объект стал ненужен, это не дает права городским властям вот так вот забрасывать и делать такие места свалки. Возможно как-то через время исследую это место, чтобы сравнить как меняется это место. На этом все, подписывайтесь на канал и до новых выпусков! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА